Привет всем! Всех поздравляю с праздником влюбленных! Хочу сегодня поделиться идеей романтического ужина. Очень необычно, и я покажу, как можно подать в маленькой перепелке кольцо, если вы хотите сделать предложение. Идея ужина такова, что может приготовить и парень, и девушка. Итак, нужно купить перепелок. За лучшее пойти в маркет и купить их охлажденными на льду, чтобы они были прямо вот свежечком. Мытые перепелки нужно хорошо посолить. Свежевыжатый лимонный сок. Поливаем перепелочек с двух сторон. Где-то приблизительно вот у меня, ну где-то 2-3 столовые ложки. Так, черный перчик. Значит, можно взять смесь перцев. Но тут будет столько всяких разных вкусов в соусе, что других специй сюда добавлять абсолютно не нужно. А зубчика чеснока. На каждую перепелку по одному зубчику. Со свежим чесноком вкуснее всего. Если вы не найдете свежего, можно взять гранулированный. Его продают там, где специи. Просто нарезанный лимон. 3-4 столовые ложки растительного масла. Так, я до конца доливать не буду. И все вот так вот перемешиваем. Лимон с чесночком обязательно вот сюда вот закладываем вовнутрь перепелочки, чтобы внутри тоже промариновалось. Значит, на пару часов оставить в холодильнике. Пахнут они уже очень вкусно. Теперь будем готовить гранатовый соус. Если вы не найдете гранат, то вы можете использовать покупной гранатовый сок. Конечно, немножко по вкусу будет отличаться, но тем не менее, я купила такие большие гранаты. Сейчас покажу. Вот я сюда почистила один гранат. Смотрите, какие большие гранаты я нашла в магазине вчера. Значит, вот такие огромные один или мелких два. Значит, нужно выдавить сок. Либо я буду делать на специальной такой штуке сито для пюрирования. Либо просто берете толкушку, ступочку и давите сок. С этой, конечно, штукой очень удобно. Так, я буду готовить на вине. Полусладкое или сладкое вино понадобится. Тут по вкусу. Обязательно снять пробу. Сладкий. О, очень сладкий. Поэтому можно практически не... Я бы вообще сахара не добавляла. Если сладкий гранат, сладкое вино, зачем сахар? В емкость с толстым дном отправляем сок. И отправляем вино. У вас приблизительно должно получиться по объему одинаково. Вина и сока. Пол чайной ложки молотой корицы. И пол чайной ложки паприки. Две звездочки. Вот такие вот бадьяна. И кардамон. Две-три штучки. Ставим это все на плиту. Это все должно закипеть. И вы должны отключить. И попробуйте по вкусу. Если вам не сладковато, вот оно должно быть чуть-чуть сладенькое. Добавьте ложку сахара. Пока закипает, скажу, что такой соус можно готовить все то же самое, только на апельсинах. Выдавите сок апельсина и все остальное то же самое. Соус закипел. Я отставлю в сторону. Пусть постоит и остынет. Потому что он должен быть холодный к моменту подачи. Теперь. Я варю одно яйцо вкрутую. Нужно мелко его порубить. Можно на терке натереть, как хотите. И мне обязательно понадобится петрушка. Она удачнее всего сочетается в перепелках. Соединяем яйцо с петрушкой. Пару столовых ложек натертого сыра на мелкой терке. Сегодня вот такая ветчина. Но можно взять даже бекон. В общем, что-то типа шейки. И что-нибудь такое вкусное, сочное. Все это соединяем. Соли я не добавляю, потому что мясо и сыр достаточно солененькие. Только поперчу. Начинка готова. И мы можем, собственно, начинять перепелки и готовить. Но, так как это романтический ужин, и, возможно, кто-то захочет сделать предложение своей любимой, поэтому есть идея, как сделать и подать прямо вот с кольцом. Чтобы было красиво, романтично. Так разрезаешь перепелку, там, оу, выходи за меня. Теперь берем второе отваленное яйцо. Отрезаем с одной стороны вот так вот небольшую часть. И вот этот желточек вынимаем аккуратно ложкой. Берем листик зеленого шпината, не сиреневого, иначе все покрасится в сиреневый цвет. Заворачиваем сюда колечко. Закладываем вовнутрь яйца. И теперь берем начинку, которую приготовили. И буквально ложечку начинки сюда вовнутрь. Вот так, чтобы просто зафиксировать листик шпината. Берем перепелочку, снимаем с нее лимон. И чесночок убираем сверху. Изнутри тоже достаньте лимон, чтобы внутри не было лимона, чтобы больше начинки у вас поместилось. И чтобы не перекислить. Они и так достаточно полежали в маринаде. Чтобы яйцо хорошо поместилось, делаем два надреза. Вот так вот, только не до конца. Так, теперь, смотрите, очень хорошо яйцо входит в перепелку. Вот этот оставшийся край закладываем начинкой. Теперь вторую перепелку плотно фаршируем всей начинкой. Можете приготовить по нескольку перепелок. В кулинарных пакетах для запекания продаются вот такие вот эти семочки, чем мы завязываем края пакета. Вот я их буду использовать. Можно кулинарную нитку. Значит, закрепляем ножки. Вот так. Потом уберем. Все. Смотрите, тут самое главное не перепутать, где кольцо. Ну, знаете, как легко определить? Здесь шире. Где кольцо, здесь шире. Потому что мы делали надрез. Теперь все закрываем фольгой в разогретую духовку на 180 градусов на 30 минут. Купите большой такой мясистый виноград белого цвета, который без косточек желательно. Разрезаем его пополам и будем подавать вместе с виноградом. Перепелочки готовы. Буквально постояли пару минут, чтобы можно было снять вот эту вот закруточку. Так, аккуратно поднимаем и перекладываем на тарелочки. Смотрите, какая красота. Так, вот это с сюрпризом перепелочка. Поливаем соусом. На соус выкладываем гранат, чтобы вот так вот прям много было граната. Зелень. Вот так, с двух сторон петрушка. И виноград. Так, теперь разрежем, посмотрим, какие получились внутри. И попробуем. Ну и всем же интересно, как там кольцо поживает. Так, смотрите. Толстенькая, так хорошо, красивенько. Вот она когда так нафарширована, очень-очень круто. Так, посмотрите, какая лапка сочненькая. Выглядит красиво. Пахнет отпадно. Понятно, что одной перепелкой сыт не будешь, но это же романтический ужин. Никто не планировал наедаться. Так, по вкусу само мясо. Ножка очень нежная-нежная. Прямо прям тает. Очень удачный маринад. И особенно, когда вот так вот в соусе. Такой гранатовый оттенок с вином. Очень вкусно. Обязательно бокал вина вот этого, того, чего не хватает. А мясо для маринада вот такое пробуйте, даже для курицы. Это просто круто. Так, ну и сама начинка. Очень легкая. Мне почему-то вкус бекона, хотя у меня была просто ветчина. Ну и виноградик. Дима, хочу романтический ужин. Очень вкусно. Не хватает просто вина. Сейчас будем делать десерт и посмотрим, как там колечко. Так, колечко, колечко, кольцо. Сейчас еще разрежу кольцо пополам. Так, ну что? Раскрываем. Ну я прям сразу увидела кольцо. Смотрите. Вот оно. Вот так выглядит. Так, достаем. Вау, это что мне? А, у меня нет слов. Да, 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 я согласна. Как нам надо сказать. С ним ничего не произошло. Все окей. Вот смотрите. Целехонькое. Поэтому сделайте предложение. Если кто-то реально будет делать по этому видео предложение, напишите в комментах, а в инстаграме пришлите фотку. Ну, в общем, это действительно так по-романтичному, очень классно. Перепелка очень вкусная. Обязательно жду ваши комменты. Приготовьте, попробуйте. Ну все, с кольцом на руках продолжаем ужинать. Теперь готовим десерт. Мне понадобится творог любой жирности. Сюда отправляем сметану. Берите не очень кислую, чтобы хотя бы 20% было. 2 полные столовые ложки сахарной пудры. Хотя это все на вкус. Кто-то захочет, может быть, чуть-чуть больше сделать. Но, как по мне, очень сладко и так очень хорошо. И немного ванильки добавить. Можно ванильного сахара, можно щепотку ванилина просто. Все взбиваем. Наш крем готов. Обязательно снимите пробу. Ой, вкусно. Теперь за основу я буду брать крекер. Не берите соленый. Ванильный, просто сладенький. Еще крекер быстрее всего пропитается. И пока вы до ужина идите перепелками, десерт можно будет уже кушать. Мне понадобится половина банана и пол апельсинки. Ну, потому что всего лишь 2 десерта я буду делать. Еще такой момент. Вы можете взять чуть больше. Например, я буду делать в 2 креманках. Сделайте 4. Останется еще на утро к завтраку. Такой себе ход конем. Значит так. Апельсину и банан нужно порезать. Можно кусочками, кружочками. Главное, не толсто. Разрежу пополам. И вот такими вот небольшими полукольцами. Так, смотрите. Апельсинку. Значит, я буду резать вот такими вот... Как это, треугольничками, да? Вот как вот оно идет, так и режем. И один кружочек апельсина разрезаем пополам. И вот так будем украшать. Это для декора. На дно креманки отправляем немного крема. Хорошо и удобно делать этот десерт, пока готовятся перепелки. Немного придавить. Вот так. Теперь опять сюда выкладываем крем. Выкладываем по кругу вот так банан, чтобы его было видно снаружи. Вовнутрь выкладываем апельсины. Ой, я уже представила, а как с клубникой. Просто бомба. Чуть промажьте кремом, но только не слишком. Потому что свой сок даст апельсин. И остатки крема отправляем сверху в креманки. Распределяем крем. Сверху затираем шоколадом. Украшаем апельсинкой. Я очень надеюсь, что да, вам гарантировано. Ну все. Приятного вам ужина. Напишите мне ваши отзывы и комменты, кто реально будет готовить. Ну и вообще ваше мнение. Может быть еще есть какие-то идеи. Напишите, будет интересно. Жду фотки в инстаграме. Все. Всех люблю. Пока-пока. С праздником. Всех любите друг друга. Пока. Смотрите меня на телеканале Ради.